Арктика Медиа Здесь весна наступает еще в середине зимы. За каждым цветком особый уход, чтобы они выросли здоровыми. Мы сейчас находимся в холодильнике. Вот здесь растут тюльпаны и гиацинты. Вот это уже совсем не малыши. Их посадили еще в ноябре прошлого года. Пройдет две недели и уже распустятся бутоны. Здесь в холодильнике температура не превышает плюс 8 градусов. Все для того, чтобы они как раз выросли здоровыми цветочками. В холоде тюльпаны должны находиться 40-50 дней, а затем их отправят на месяц в тепло и укутают в полиэтилен. Так сформируется бутон. Меньше будет пустоцветов или, как говорят специалисты, белесых цветов. Чтобы на праздник порадовать женщин тюльпанами, цветы будут выращивать от 3 до 5 месяцев. Можно сделать более быструю выгонку, но для этого их все равно ложат в холодильник. То есть их не садят в грунт, как мы. Их выкладывают в холодильник и затем есть такая сейчас новая технология – гидропоника. То есть насаживают их в ящики специальные, где есть иголки и поливают химическим раствором. То есть усиленно подкармливают для того, чтобы в течение полутора месяцев они дали бутон. Именно такой способ выращивания тюльпанов предпочитает Григорий Куликов. На его тюльпановой плантации сейчас растет 300 тысяч цветов. За 20 лет работы у агронома появились свои методы выращивания. Например, в воду он добавляет калиевую селитру, чтобы стебель и бутон стали более крепкими. И оставляет охлаждаться их на 10-16 недель. После уже укоренения, когда у нас корень нарос на корневой валик, корень вырос, вот этот корень могу показать, мы поднимаем температуру потихоньку и начинаем уже выгонять тюльпаны сам, чтобы он рос и уже в фазу цветения. Это еще порядка 3-4 недель. Агроном тщательно следит за здоровьем луковиц. Больные, у которых корневая система не развилась, он сразу отделяет, чтобы другие цветы не подхватили возможный вирус. Также Григорий обрабатывает ящики для гидропонной выгонки перекисью водорода, чтобы уничтожить все микробы и вирусы. Еще один секрет в поддержании 15-градусной температуры и определенной влажности. Когда вы его охлаждаете, то есть 90% стоит, а вот когда именно вы выгоняете тюльпан, чтобы уже стебель рос, цветок, то не допускается большая влажность. Поэтому он может и заболеть. Обычно оставшиеся луковицы утилизируют, но тюльпан – многолетний цветок, и если его просушить от влаги, то потом можно будет высадить вновь. В теплицах у Григория почти всегда весна. Специалист любит свою работу, ведь она радует тысячи людей. Но самому агроному цветы никогда не дарят, хотя он был бы не против. Мне нравятся эльстермерии, хризантемы, герберы, тюльпаны. Ну вот такие вот цветы и подольше стоят. Чтобы помочь садоводам, Григорий занимается и рассадой. Первые всходы цветов уже есть. Здесь она будет до апреля. Но агроном просит дачников не спешить засаживать участки, даже если кажется, что погода стабильная. В весенние теплицы уезжают большие. Там температура может и до 5 градусов, до 3 опускаться, там она и закаливается. Но если будут минусовые температуры, то вряд ли какая-то рассада, если только-только высажена, она выживет. Такие, например, культуры, как Алисум, Виола, Ценрария, они стрессоустойчивы даже к небольшим заморозкам. Но рисковать не стоит. Такие советы полезны для Галины Арнаут. Она много лет прожила в Ноябрьске. Там даже не думала о садоводстве. Не было времени. Но с выходом на пенсию, переездом в Тюмень, интерес появился. Теперь она уже опытный садовод. К дачному сезону начинает готовиться еще в январе-феврале. К делу подходит основательно. Все записывает в специальную тетрадь. Каждый год у меня тут каждый год. И пошла. С января месяца посадила петунью, записала. Взошла, записала. Когда пикировала, записала. И уже потом под дачной записи. Где что воткнула, потому что могу забыть. Обязательно. Схемка дачи. Куда что посадила, чтобы потом на следующий год поменять местами. Потому что нельзя на одном и том же месте долго выращивать. Первой Галина Арнаут высаживает петунью. Раньше женщина думала, что этот цветок очень привередливый. Но попробовав однажды, влюбилась в простоту работы с ним. Если петунья в гранулках, очень удобно. Вот такие таблеточки, чтобы в серединке ямочка была. Я их заранее горячей водичкой пролила. Они набухли хорошенько. И вот в каждую серединочку по одному зернышку и накрыть в теплое место светлое. И до того, пока они взойдут. По своим записям в тетради Галина Ивановна знает, что петунья через две недели уже взойдет. Садовод говорит, что этот цветок любит землю, поэтому его можно сажать в тазики, большие бутылки. И он быстро вырастет цветной шапкой. Сегодня вы, по сути, открыли сезон. Да, сегодня открыли сезон. Но не все такие опытные дачники, как Галина Арнаут. Поэтому в Тюмени для пенсионеров 8 февраля стартует школа садовода. Занятия будут проходить в представительстве Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской области. Анастасия Ломовцева, Марат Бектемиров, Екатерина Лысогор, Ямал-1. Анастасия Ломовцева, Марат Бектемиров, Екатерина Ломовцева, Ямал-1.